Приветствую вас, Валерия. Я думаю, что ответ на ваш вопрос содержится в вашем тексте, косвенно об этом вы говорите, когда упоминаете о том, что стесняетесь жаловаться и не с кем посоветоваться вам, вот, это говорит о том, что вы такой достаточно видимо закрытый человек, вот, который нелегко сходится с людьми и который к людям привязывается, вот, ну, вот как, такой однолюб получается, вот, и то, о чем вы говорите, это, конечно, про определенную потребность, вне всякого сомнения, что речь идет про определенную потребность, про определенную нуждаемость, безусловно, безусловно. вопрос только в том, чего вы хотите, вопрос только в том, к чем вы нуждаетесь, вот, потому что пока что здесь не очень понятно. Вероятно, вы хотите быть важней и нужной, и нужной, но любая работа, которая у вас могла бы быть, именно вот любая работа, не подойдет. Вы говорите, что отдавали работе все себя, и любили ее как человек, как любят человек, нет ли, нет ли здесь замещение, то есть, не все гладко, например, у вас складывается с людьми, и вы переключаетесь на работу. И все гладко складывается с выражением своих чувств, эмоций, потому что вы стесняетесь. Вы вкладываетесь в работу. То есть тут вот есть все нюансы, которые вы можете не видеть, которые вам могут быть не очень приятны, к сожалению, потому что вы привыкли видеть себя по-другому, и это может вас разочаровать в себе, вот. Но, тем не менее, это оказывает весьма существенное влияние на ваше поведение. Немаловажный момент, как мне кажется, загружается еще и в том, что вы запрещаете себе жаловаться. То есть, ведь вам больно? Это нормально грустить, когда мы что-то или кого-то теряем. Это нормально грустить, когда мы что-то меняем в своей жизни, пускай. Мы это делаем даже не по нашей воле. И нормально, пожалуй, эту грусть переживать, проживать. То есть, это абсолютная норма. Но, вероятно, не для вас. Потому что вы стесняетесь. Поэтому, я думаю, что, если бы вы, вот, позволили себе стыдиться, пожаловаться кому-то, но пожаловались бы все равно. Коллегам бы своим сказали бы правду. Правду о том, что вы страдаете, что вам плохо, что вы скучаете по ним. Соответственно, может быть, смогли бы проводить время, если возможно. И они пополам так же скучают. Ну вот. Неизвестно, куда это приведет. Неизвестно, куда это приведет, к чему это приведет. Но, по крайней мере, вы пошли бы, по своим чувствам, по крайней мере. И вас бы это куда-то привело, вы бы лучше узнали себя, вы бы лучше понимали бы себя, возможно, вы бы увидели то, что для вас важно, то, что для вас ценно, понимаете? Вполне вероятно, что здесь есть некая глобальная история относительно вашей профессиональной деятельности, все-таки работали вы очень много, 18 лет до 40, вот, ну может быть даже до 41 года, непонятно, здесь не совсем, понятно, но это не формирует, вот, и получается, что вы чувствуете, что столько времени работало и в итоге ничего, конечно это больно, может быть. Поэтому, вероятно, вы готовы сейчас к чему-то большему. Вероятно. Я не знаю. Но вполне может быть, что вы готовы к чему-то большему. В примере к своему делу, например, не знаю, там, занимает людей и так далее. Топ-со. 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 И мне кажется, что вы столкнулись здесь в такой ситуации, И когда вы начали чувствовать, что стоите больше, мне кажется вы столкнулись с такой ситуацией, когда вы понимаете, что вы стоите больше сейчас, чем привыкли думать, чем привыкли себя оценивать. И если это так, то вам нужна помощь в том, чтобы свою ценность замечать, в том, чтобы свою ценность фиксировать, и чтобы иметь возможность корректировать свое поведение в результате изменившейся ценности вашей ценности. Вот. Хотя это не всегда легко, особенно если в случае, что вы стесняете. Вообще стеснение может быть предметом для психотерапии, потому что, как правило, это подавление определенных чувств. Своих. И вообще говоря, не умение так вот с ними контактировать. То есть, ну, вы их, зажимаете вы их, подавляете, грубо говоря, ну вот, вот, они как бы, ну, все равно у вас присутствуют. И получается, что вы не позволяете им как-то, как-то вот влиять на ваше поведение, получается. Вот. Ну, как бы, вряд ли в этом есть что-то хорошее. Для вас, конечно же. Вот. Вряд ли. Сильно-сильно вряд ли. Вот. Ну, если вы вот как-то вот, ну, чувствуете, что стесня здесь, вот, то это может быть и должно быть предметом для психотерапии. Вот. Ну, а боль, которую вы испытываете, болевые, ну, болевые ощущения, которые вы испытываете. Вот. Это нормально. И мне кажется, что это вам нужно принять в себе, что вам будет больно сейчас, что вам тяжело сейчас. Вот. И что вам требуется, ну, поддержка определенная. Вот. Я думаю, так. То есть это ведь нормально. Ну, все люди. Вот. Еще мне показалось, что довольно одинокий человек. То есть, ну, вот, вы говорите, по-моему, посоветоваться. Как-то это довольно печально прозвучало. Вот. Я не считаю, что нужно советоваться. Вот. Потому что решение принимать нужно только вам. Вот. Но, тем не менее, я понимаю, что одной может быть тяжело. Поэтому, если вы чувствуете себя одинокой, если вы чувствуете одночество, вот. То имеет смысл. И такой, прямо, я бы сказал, серьезный смысл поработать над тем, что бы одинокий себя не чувствовать. Вот. Потому что делает это вас более уязвимый. Вот. Вот. Ну, для таких историй. Для таких моментов. И вам чего-то не хватает. У вас есть определенная потребность. Вы пытаетесь эту потребность удовлетворить, а у вас не получается. Вот. И это вот неудовлетворенность влияет на ваше поведение. С точки зрения психологии все как-бы вполне логично. Вот. Поэтому хотелось бы, чтобы такой душевный, как мне кажется, человек, как вы, вот, был счастлив. Мне кажется, что в том, что вы описываете, вы не можете быть собой. Вот. И из-за этого чувствуете себя в клетке определенной. Ну, и, наконец, последнее, что хотел бы вам сказать. То, что вот то, чего вам сейчас не хватает, может быть, уже не вернется. У человека в жизни бывают такие моменты, когда какие-то его этапы заканчиваются. Ну, они, просто, они просто должны закончиться в определенный момент. Показывает, один этапы заменяются другим. Все течет, что меня — заменяется. И мне кажется, что если будет такая ситуация, когда, в самом деле, То, что у вас было, уже не вернуть, но вам можно и нужно, можно и нужно двигаться вперёд, а можно и нужно двигаться дальше, пожить. Если вы этого хотите, ну, чувствуете, чувствуете, что вам это прямо нужно, прямо чувствуете, что это то, чего вы хотите. Вот, мне кажется, примерно такой ответ я могу вам дать, потому что в основе в ядре то, чего вам не хватает, вы можете реализовать как-то иначе, вы можете это сделать. Для этого требуется определённая смелость, для этого требуется определённая находчивость, гибкость и пробовать что-то новое. Это страшно. Особенно вам, если вы долгое время работали по сути на одном месте, вот, и, судя по всему, ничего ваша жизнь особо не поменялась. Может быть, сейчас пришло время что-то менять. Поэтому, обращайтесь, обращайтесь за помощью, вот. Буду рад помочь вам, если вы захотите этого. Имеется в виду, если вы захотите помощи, буду рад помочь вам. Буду благодарен также за обратную связь по моему ответу, что это позволит вам начать работу над собой, вот. Не затягивайте с обращением к психотерапевту. Вам это нужно, чтобы для того, чтобы прожить свои чувства, чувства боли, чувства утраты, которые вы ощущаете, вот. И для того, чтобы поработать с такой, мне кажется, важной историей, как стеснение. Потому что ни одну человеческую жизнь стеснение загубило. Давайте постараемся обойтись без того, чтобы оно навредило и вам. Удачи вам! Всего самого доброго! Я надеюсь, что все проблемы ваши будут решены. Продолжение следует... Продолжение следует...